Всем привет! Меня зовут Макар Светлый и вы смотрите Science Show. Тема нашей сегодняшней передачи – Бермудский треугольник. Мировой океан всегда хранил в себе невероятную загадочность. И даже сейчас, в век современных компьютерных технологий, учения о квантовой физике и специальной теории относительности, наше поздание мирового океана не так уж и глубоки. И самым загадочным местом во всем мировом океане можно по праву назвать Бермудским треугольником. Перед тем, как начать свой рассказ об этом удивительном месте, скажу, что эта тема довольно популярна. Было снято множество документальных фильмов об этом, написано сотни книг, серьезных и не очень. Поэтому боюсь, что все сказанное мной уже когда-то звучало. Но я взялся за этот выпуск, потому что вы попросили и вы за него проголосовали. Я выполняю ваши пожелания. Чем, собственно говоря, известен этот зловещий Бермудский треугольник? Дело в том, что на этом участке мирового океана загадочно исчезло огромное количество кораблей, подводных лодок и самолетов. В течение последних 50 лет там без вести пропало несколько тысяч человек. Район Бермудского треугольника ограничен линиями от Флориды, к Бермудским островам, далее к Пуэр-де-Рику и назад к Флориде, через Багамы. Первым, кто начал говорить о загадочном Бермудском треугольнике, был Христофор Колумб. Именно благодаря Колумбу этот район оказался окутан атмосферой тайны, которая с годами становилась все более и более интригующей. Его судовой журнал содержит описание моря, сплошь заполненного водорослями, рассказ о необычном поведении стрелки компаса, о внезапно возникающем огромном языке пламени, о странном свечении моря. Раньше район Бермудского треугольника был известен как Чёртов треугольник, Треугольник смерти, Море привидений или Кладбище Атлантики. Вы никогда не задавались вопросом, почему район этого зловещего места имеет форму треугольника? Треугольник имеет глубокую символистическую трактовку, и у многих народов этому символу приписывали божественное и дьявольское значение. Дело в том, что не только район классического Бермудского треугольника хранит в себе опасность. Перед вами изображена карта, на которой чёрными треугольниками отмечены места загадочной гибели самолётов и кораблей. Как вы видите, на месте классического Бермудского треугольника произошло больше всего загадочных исчезновений, поэтому именно это место так известно. Однако многие выделяют в этом районе отдельные места, которые стоит опасаться. Море проклятых Сэндерсона, треугольник Джона Годвина, Бермудская зона по Спендеру, Бермудская трапеция по Ричарду Виннеру, треугольник по Чарльзю Берлицу. Чтобы разобраться в сущности этого загадочного треугольника и понять его с научной точки зрения, нужно выделить основные отличительные особенности этого места, о которых сообщали очевидцы. «Всегда ищешь обман. Даже сейчас пытаешься подойти с рациональной точки зрения». Одним из наиболее частых свидетельств этого места — это отказ приборов от высокотехнологичных электронных до обычного компаса. Приборы либо сразу выходили из строя в этом месте, либо показывали совершенно нереальные результаты. Также в этом месте отказывает радиосвязь и очень резко меняется погода. Выжившие очевидцы утверждали, что в этом месте они испытывали очень подавленное психологическое состояние — депрессию. Кроме того, некоторые говорят о том, что в этом месте они наблюдали гигантские волны и воронки. Бывали даже те, кто говорили о странных оптических иллюзиях, хрустальных и туннельных облаках, изменении свойств среды, замедлении времени, летучих голландцах и даже призрачной слизи. Существует множество теорий объяснения таинственных катастроф в зоне Бермудского треугольника, от серьезных научных до невероятно фантастических. К фантастическим теориям можно отнести нападение чудовищных монстров, живущих в этих районах, которые пожирают проплывающие корабли и пролетающие самолеты. Эта теория вряд ли является достоверной, ведь если даже там и проживает огромный монстр, каким же образом можно объяснить оптические иллюзии, замедление времени и многое другое? Никак. Тем более, если там и проживал бы огромный монстр, это, скорее всего, бы уже обнаружили. Некоторые утверждают о том, что Бермудский треугольник – это некоторый портал в другие миры. Эту теорию невозможно полностью отрицать, но так как нет точных теоретических доказательств существования других миров, тесно соседствующих с нашим, и тем более открытых порталов в них. На это невозможно смотреть серьезно. Также к фантастическим теориям я отношу причастность инопланетян к феномену Бермудского треугольника. Сама по себе тема инопланетян требует отдельного выпуска, однако на данный момент я с большой уверенностью могу сказать, инопланетяны не причастны к этому феномену. Скорее, там монстр живет. Считается даже, что в центре Бермудского треугольника находится либо затонувший космический корабль пришельцев, либо метеорит, либо пирамида атлантов. На самом деле, дно Бермудского треугольника достаточно тщательно проверяли, но ничего подобного не нашли. Поэтому не стоит серьезно рассматривать эти теории. Однако не стоит думать, что на дне этого загадочного места абсолютно ничего не нашли. Вблизи Багамских островов, рядом с Биминией, была обнаружена так называемая подводная дорога Биминии, которая представляет собой геометрические правильные плиты, лежащие под водой и образующие дорогу. Предполагается, что на этом месте раньше существовала погибнувшая цивилизация, Атлантида. И я бы не советовал моим зрителям скептически относиться к этой теории. В свое время трое тоже считалось сказкой. Как бы то ни было, четкого доказательства, что эта находка имеет отношение к Атлантиде, а уж тем более к Бермудскому треугольнику, нету. Однако, один из авторитетнейших исследователей Бермудского треугольника, Чарльз Берлиц, утверждает, что Атлантида имеет некий неизвестный нам источник энергии, который и активизирует загадочные способности треугольника. А вот к этому можно относиться скептически. Куда более интересна теория о том, что в гибели кораблей и самолетов виновны волны от подземных землетрясений или аномалии электромагнитных и гравитационных полей Земли. Данные явления объясняются какой-то странной активностью магмы в этом районе. Это одновременно может вызвать как аномалию полей, так и подземные землетрясения. Эти теории более правдоподобны, ведь в районе Бермудского треугольника, как я уже говорил, действительно не хочет работать электроника, компас показывает неправильное направление и видели огромные волны. Существует мнение о том, что ни одни обломки кораблей и самолетов, погибнувшие в треугольнике, не находят, но это не совсем верно. Их находят, но достаточно редко. Находки этих кораблей всегда специфичны, так как они находятся абсолютно не в том месте, где они, предположительно, должны были быть. Американский линкор Нью-Джерси. Его нашли искалеченным на дне моря в совершенно другом месте, в так называемом шестиугольнике Хаттерса, расположенном в северне Бермудского треугольника. На счету этого района 687 погребенных кораблей. Американская подводная лодка «Скорпион», команда 99 человек, 1968 год, считалась исчезнувшей в Бермудском треугольнике. Найдена в районе Азорских островов. Еще одна теория, которая требует отдельного внимания, это теория инфразвуковых колебаний. Еще в 1935 году академик Василий Владимирович Шулейкин предположил теорию возникновения инфразвуковых колебаний в океане. Он установил, что при скорости в 20 метров в секунду мощность голоса моря может достигать 3 ватт с каждого фронта волны. И, соответственно, сравнительно небольшой шторм генерирует инфразвук мощностью в десятки киловатт. Основное излучение инфразвука идет приблизительно в диапазоне 6 Гц, что в принципе не является опасным. Но опыты показали новые факты биологической активности инфразвука. Причиной этого является совпадение частот инфразвука и альфа-ритма головного мозга человека. Инфразвуки отдельных частот могут вызвать у человека ощущение усталости, тоски, морской болезни, привести к потере зрения и даже смерти. При этом корабль, застигнувший инфразвуковой волной, совершенно в спокойном море может потерять весь экипаж, который будет охвачен приступом безумия, желанием совершить самоубийство и другими непредсказуемыми действиями. Именно по этой причине появляются загадочные летучие голландцы. Кроме того, данная звуковая волна может вызвать механический резонанс судна, во время которого полностью разрушается корабль. Именно поэтому их обломки и не находят. Другая гипотеза утверждает, что виной загадочных трагедий в Бермудском треугольнике является совсем другое. Канадские, американские, английские и австралийские геологи и геофизики выдвинули гипотезу, объясняющую гибель кораблей и самолетов со всем экипажем в различных морях нашей планеты. Геология не настоящая наука! По их мнению, во всем виноваты газогидраты, природные газы с большим содержанием метана. Газогидратный метан превращается в твердый купол, связывающийся с молекулами воды при низкой температуре, под которым скапливается новая смесь газогидрата. Когда купол разрушается, пузыри газа устремляются к поверхности, создается вихревое извержение газогидрата. Большой пузырь на поверхности моря создает кипящую кашу, турбулентную газовую смесь. Корабль, попадая в это место, сразу же получает отрицательную плавучесть и тонет. При этом фонтан газогидратной смести выплескивается на значительную высоту и может задеть низколетящий самолет. Также возможно, что причиной гибели самолетов старых моделей является флатер. Флатер – это сочетание самовозбуждающихся, незатухающих, изгибающих и крутящих автоколебаний элементов конструкции летательного аппарата, главным образом крыла самолета либо несущего винта вертолета. Как правило, флатер появляется при достижении некоторой критической скорости, зависящей от характеристик конструкции летательного аппарата. Возникающий резонанс может привести к его разрушению. Причиной флатера обычно является несовпадение центра жесткости с центром давления и недостаточная жесткость конструкции крыла. К счастью, на данный момент современным самолетам и вертолетам не страшен флатер. Хочу также отметить, что район Бермудского треугольника один из опаснейших в мировом океане. И не только из-за своей загадочности, но и потому, что рельеф дна в этом районе очень резко меняется. В этом районе сосредоточено достаточно мелкое Саргасово море. При этом там находится жела Пуэрто-Рико глубиной около 8 километров. Также в районе Бермудского треугольника находится теплое течение Гольфстрим, что отражается на резком изменении погоды в данном районе. Все это наталкивает на вопрос, может быть вся таинственность Бермудского треугольника в его географическом положении. Возможно, из-за того, что этот район сам по себе сложно проходим, там и погибает большое количество судов и кораблей. Эта версия наиболее любима скептикам. Также скептики любят говорить, что все фантастические факты Бермудского треугольника лишь бред очевидцев. Но не будем столь категоричными. Это наиболее распространенные теории дьявольского треугольника. На самом деле их огромное количество, но на данный момент нет ни одной, которая бы полностью все объясняла. У меня есть мнение, что если бы собралась очень серьезная экспедиция в Бермудский треугольник и полностью все там проверила, возможно, мы бы и открыли много тайн. Но так как в большинстве случаев этой проблемой занимаются энтузиасты, тайны треугольника мы узнаем не совсем скоро. Почему же не собирают эту экспедицию? Возможно, этот район признают настолько опасным, что не позволят здесь проходить судам и самолетам. А это экономически нецелесообразно. Кто заинтересовался этой темой, советую прочесть книгу Тайны Бермудского треугольника автор Лин фон Паль. Это очень приятная и легкая книга. Нужно и самому отправиться туда, чтобы уже наконец-таки выяснить эту тайну. А вам я желаю счастья и пропорциональной массы. И да-да. До скорых встреч. Пока.